За последние 15 лет это, пожалуй, самая крупная партия аварийно-спасательной техники для учреждений края, делятся руководители подразделений. Новинки за счет регионального бюджета достались всем и пожарным. Их автопарк пополнился шестью цистернами на базе автомобилей КАМАЗ и краевым спасателям. Для того, чтобы своевременно и качественно работать в этих сложнейших зачастую ситуациях, нужен не только профессионализм, нужны не только мужество и другие уникальные личностные качества. Их вам не занимать, но и необходимо достойное современное оснащение. Техника, как вы видите, не просто какая-нибудь, она, будем так, современная, новая, позволяющая спасателям выполнять задачи в различных условиях. Эта техника, значит, у нас отправляется в Богучаны, в Енисейск, в Лисосибирск, в Шушенское. Учреждение «Спасатель» приобрело снегоход, оборудование для обезвреживания взрывчатки, маневренные аэролодки, водолазное оборудование со спецобмундированием. В комплекте эхолоты и гидролокаторы. Обновления позволят сделать более оперативными, например, водолазные работы. Эффективность уже выросла на 30%. Жуткая, но наглядная статистика. Год назад 15 утонувших жителей края так и не удалось найти. В этом году с новым оборудованием пока не найденных всего трое. Что касается пожарной техники, спасатели вспоминают, еще 10 лет назад укомплектованность была ниже 25%. Сейчас запас техники на 70%. В районах удается заменить рабочую, но устаревшую технику 50-х годов выпуска. Я хочу выразить сердечную благодарность губернатору нашего края Александру Викторовичу Усу. Последние 2-3 года правительством края дано направление на замену старой техники, на улучшение условий быта наших пожарных. Мы тушим пожары именно в сельской местности. И поэтому вот такая техника, высокопроходимая, объемная, это большое подспорье. Потому что, как знаете, в сельской местности у нас две проблемы. Это дороги и вода. Также в этом году поступит техника для строящихся пожарных частей. Так удастся открыть спасцентры в Приморске и в поселке озеро Учум Ужурского района. Анастасия Саганова, Новости Прима.